Ребята, всем привет! Опять на канале тема фонариков мощных, адски мощных. Я считаю, тема эта до конца не раскрыта. Например, вот этот фонарик очень хочется тюнингнуть. Сделать это не так уж и сложно, как мне пока что кажется. Ну а там посмотрим. Потому что самое основное, это адски гигантская мощная линза у меня есть. То есть это не вот это вот что-то такое маленькое, непонятное. Это вот что, друзья. Вот такая огромная линза. С помощью нее, я думаю, удастся хорошо сфокусировать пучок. И светануть ярким длинным лучом. В этом видео буду все это модернизировать. Здесь мне кажется, придется постараться. Ту же линейку поставил, чтобы вымерить фокусное расстояние. Фокусное расстояние буду вымерять по максимальному световому потоку. Буду приближать, отдалять. И мы будем смотреть, что происходит, как реагирует фонарь, какой диаметр луча получается. Но здесь на самом деле не все так просто, потому что луч очень сильно рассеивается. А отражателя как такового здесь у меня нет. Да и он здесь не очень помогает, потому что большая светодиодная матрица, ее трудно сфокусировать. Но мы все-таки попробуем сделать что-то интересное. Надо же куда-то линзу эту в конце-то концов использовать. Подключил относительно слабый источник питания, чтобы фонарь работал не на всю мощь. Потому что светит ярко очень и трудно будет что-то понять, что изменяется. Сейчас он светит вот так. Когда он работает на всю мощь, в темноте он очень даже неплохо освещает. Не то что сейчас. Но сейчас мне важно промерить люксы, которые он выдает. И промерить люксы, которые он будет выдавать через линзу. По задумке линза должна сфокусировать световой поток. В общем-то что-то должно измениться. По крайней мере. Ух ты! Тут практически в лазер можно превратить. Но когда в лазер превращаем, я замечаю одно интересное обстоятельство. Что очень много света вылетает впустую. Это не хорошо. Скорее всего придется как-то так использовать. Где самые резкие красивые края. Я думаю фокус будет где-то на этом расстоянии. Главное теперь измерить, что у нас получается без линзовки. Воспользуемся приложением. Смотрим сколько люксов выдает. 400, 390... Ну что-то около 400. Ребята, не забываем, что это на слабеньких батарейках. Специально сделано, чтобы не слепило. Поэтому так мало. Теперь поставим линзу и попробуем измерить еще раз. Вот так, например. Итак, смотрим. Было 400, стало 1800. На том же самом месте. Получается увеличилась практически в пять раз сила света. Остается только подвигать взад-вперед и посмотреть, что изменяется. Изменяется ли она или нет? Если она не изменяется, то ставим тогда самый узкий луч. И приступаем к лепке недостающих частей. Для начала посмотрим, что может вот этот шарик. 5000 люксов. Вот это жесть! Но при таком раскладе видно, что много света используется впустую. Потому что здесь вот так вот 60 градусов примерно идет. И как можете заметить, мало чего попадает на эту линзу. Мало света попадает. Это очень плохо. То есть при тех же равных обстоятельствах, по идее, если ее приблизить, то тоже люксов много должно быть при таком раскладе. Но гораздо больше света сохранится. Хотя на это служит отражатель. Но вот не знаю, как насчет получится ли его качественно сделать. Но здесь как-то маловато. 700 всего лишь. Да, стоит призадуматься. После уличных прикидок выяснилось, что наилучший результат дает вот такое расстояние. И вот такое пятнышко. В принципе тоже небольшое. Поэтому дело осталось за малым. Сделать корпус. Как ее сделать, ума не приложу. Может быть с композитов попробовать сварганить? Ладно, для начала сделаю болванку, а там подумаем. Скотч двойной. Клеить жестко. Отрезаем потихонечку. Теперь потребуется ручная обработка. Обрабатывается очень легко. Обычным грубым наждачком. Вообще роскошно. Почему я раньше с белого пенопласта шарикового делал? Там только шарики вылетают. Этот обрабатывается очень даже хорошо. Хорошо все выглаживаем. Если этого не сделать, то эпоксидка настолько приклеится, что возникнут очень большие проблемы с извлечением готовой детали. Она внутри будет вся репанная и некрасивая. Поэтому нужно оклеить. Придется воспользоваться услугами токаря. Нужно сделать алюминиевую вставку, которая будет фокусировать. Болванка у меня уже есть. Можно идти точить. Отрезаем болванку нужного размера. Не, что-то как-то не очень. Что-то здесь не то. Не хватило длины лица. Нужно доработать. Нужно доработать. Опять стартует экономия металла на канале. Продолжение следует... Буду использовать полиэфирную смолу, потому что она жидкая. Сейчас не особо жарко и нужно как можно жиже, чтобы состав был. И плюс она быстро сохнет. И плюс хочу попробовать. Недавно приобрел и вообще полиэфирной никогда не пользовался. Должна жутко вонять. Но плюсы быстрого застывания тоже присутствуют. Для того, чтобы лучше отлепало, натру форму воском. Разделительный воск. Такая консистенция. Он твердый. Ляпкой намазываем и вперед. Форму прилепил на тяжелую металлическую основу, дабы она устойчиво стояла. Играет музыка. 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 Вот что получилось. Деталь высохла, пришлось ей помочь феном. Просушил буквально за 20 минут. Она еще немножко липкая, пока теплая, но уже твердая. Больше всего мне не нравится при работе с такими вещами. Это вот такой срач, ребята. Причем вот это все грязное, липкое, малейшая капля, попавшая на руки, норовит растереться по всей одежде и по всем вокруг. Ничего не поделаешь ради таких вещей сложной формы приходится стараться. Классная кожура получилась. Еще раз поближе. Я здесь уже попытался вклеивать фольгу. Но если хорошо подогреть, то получается. А так вот такой композит получился, ребята. Мне очень понравилась эта технология. Хорошо все пропитана. Жидкая смола, прям жидкая-жидкая-жидкая. Полиэфирная. Так, давайте попробуем, коннектятся ли наши приборы сюда световые. Значит, нужно проверить линзу. Как она будет? Ну вот такой вот телевизор получается. Очень прикольно на самом деле, ребята. Ну разве это не увлекательно создавать какие-то такие штуки? Я просто не знаю скепсис некоторых ребят, которых надо постоянно удивлять чем-то. Ну разве это не удивительно? Прикольная вещь получается, на мой взгляд. Ну а вот сюда я здесь уже накрутил, должна вставляться линза и она вставляется опять же свободно. Но это будет вклеиваться все, ребята. Давайте включим, посмотрим, как оно горит. На этот раз почти на полную мощь, но не в темноте. Давайте попробуем, как оно светится. Вот что получилось. Мы имеем очень яркий круг. Все это мы еще будем тестировать, как будет хорошая погода. Ну а пока что нужно доделать. Я смотрю, прям можно даже светильники делать по такому принципу. С такой какой-то зеленцой получается. Неплохо выглядит супер линза. Вход в потусторонние миры потихонечку открывается. Так что продолжаем доделывать, попытаюсь все оклеить внутри вот этим алюминиевым скотчем. Это именно алюминиевая фольга на клеевой основе. Буду отрывать кусочки и вклеивать внутрь. Работать не очень удобно с этим материалом, но главное, что приклеивается хорошо. Нужно как золотинку разглаживать, оно тогда выравнивается. Ну а теперь давайте заглянем внутрь этого реактора. Вот так вот можно сфотографировать, ребят. Что позволяет камера, это просто чудеса какие-то. Итак, можно сказать, что фонарик уже фактически готов. В следующем видеоролике уже постараюсь испытать его. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!